Здравствуйте, рад вам сообщить, что мы с Изабеллой Майзелл, которая сейчас сидит передо мной, возвращаемся к регулярным программам на тему иммиграционных вопросов Соединенных Штатов. Только называться программа теперь будет на моем канале «Защита Майзелл», потому что эту программу уже несколько лет Изабелла развивает, и, в общем, мы будем это делать теперь вместе. Изабелла, здравствуйте. Здравствуйте, Боря. Да, это не только на вашем канале, но и на моем канале, дорогие друзья. Так что смотрите наши программы с Борисом Кольцовым, а вообще мою авторскую программу «Защита Майзелл». Да, а я буду помогать вам защищаться. Как всегда. И начинаем мы с очень интересного вопроса, который пришел из Израиля. Буду на ходу переводить английский недословно. Но смысл в чем? В том, что человеку 31 год, он был в 20-летнем возрасте усыновлен гражданином Америки. Полтора года назад этот гражданин Америки умер. Мать этого человека сейчас завершает или готовится к последнему интервью для получения визы и приезда в Америку, и, я так понимаю, получения грин-карты. Также у него, что уникально, на мой взгляд, есть бабушка, которая... Это уникально для жизни, но не для иммиграционного дела. Ну да, ну для этого человека, я имею в виду. То есть папа уже умер, а вот бабушка, мать папы в 103 года жива, живет в Квинсе. И вот, собственно, вопрос у него, какие у него есть возможности для того, чтобы подать на грин-карту, либо на какой-то другой вариант статуса с визой для постоянного проживания. Вот он очень надеется. Насколько я помню этот вопрос, потому что он пришел ко мне вчера по Эмилу. Как быстро он может получить все? Он спрашивает. Как быстро и лучше, да. Как же вы можете помочь быстро и эффективно такому человеку с бабушкой в 103 года в Квинсе? Начнем с первой части вопроса. Для того, чтобы ребенок был признан ребенком по иммиграционному праву, его должны были усыновить до исполнения ему 16 лет. И поэтому, вне зависимости от того, папа жив или папа умер, он ему папа только по жизни, но не по иммиграционному праву. То есть получить грин-карту посредством петиции такого папы он бы не мог. Точно так же, как он бы не мог получить грин-карту, если бы мама вышла замуж за этого папу. И даже его не усыновили бы. Но если бы брак наступил после исполнения ему 18 лет, то он бы не смог бы получать через папу грин-карту тоже. Поэтому вопрос в том, что папа жив или умер, он не имеет сюда никакого отношения, что да, имеет значение. Это то, что усыновление наступило после исполнения ему 16 лет. Итак, бабушка – это счастье, что она в 103 года жива, но бабушка к этому делу не имеет тоже никакого отношения. И бабушка не может стать основанием для легализации и или получения грин-карты в стране. Что же касается мамы, то мама получает грин-карту как вдова папы. Потому как папа был гражданином Соединенных Штатов. И они были женаты. И папа умер полтора года назад. То есть мама подала петицию вместо Ай-130, которую, я полагаю, папа подал на воссоединение семьи с мамой, когда папа умер, эта Ай-130 петиция была замещена петицией, которая называется Ай-360, то есть Ай-360, как вдова американского гражданина. И вот поэтому в опросе и стоит, так сказать, заметка в отношении мамы, что мама получает специальную визу. То есть это Special Immigrant Visa. То есть это петиция Ай-360. Но она Special Immigrant, как вдова. Что же получается сегодня с сыном? Если он не женат, в тот день, когда мама получает грин-карту, а в ее случае это означает, когда она пересекает границу Америки с визой, и ей поставили на границе печать, это заменяет грин-карту. Грин-карта технически, сама карточка приходит в течение двух-трех месяцев. Она может подать за него петицию на воссоединение семьи при условии, что он, во-первых, не женат сейчас, и, во-вторых, не будет женат до получения грин-карты. Потому как такой категории, как женатые дети, постоянных жителей не существует. И поэтому, если он женится во время ожидания, а ожидания на данном этапе сегодня примерно пять с половиной лет, примерно, если на какой-то момент в течение этих пяти с половиной лет он женится, в ту секунду, когда будет подписан его сертификат о браке или свидетельство о браке, эта петиция прекращает свое существование as a matter of law по смыслу закона. Потому что в категориях воссоединения семьи, в категории женатого сына, человека, который имеет грин-карту, нет. И это самая большая проблема в этой ситуации. То есть сроки рассмотрения варьируются, и, как мы много раз это обсуждали, варьируется каждый месяц. Каждый месяц издается бюллетень виз между 10 и 15 числом месяца на следующий месяц. То есть в октябре месяце был издан бюллетень виз на ноябрь месяц. Это означает, что кто сможет получать грин-карту по воссоединению семьи по категориям с первой по четвертую в ноябре месяце. Резюмируя, пока первый вариант А, он не может все то время, что ждет воссоединения семьи, жениться, и все это может продлиться минимум пять с половиной лет. Я не могу сказать сегодня минимум с точностью, потому что, как я только что сказала, каждый месяц этот срок меняется. Еще год назад это было шесть с половиной лет, сейчас это пять лет, быть точными, пять лет и четыре месяца. То есть, но примерно это занимает где-то от пяти с половиной до шести с половиной лет, в зависимости от того, что будет через пять с половиной лет, какие сроки будут. Сегодня предугадать это просто невозможно. То есть, не потому что я не в состоянии, это невозможно предугадать, эти сроки. Но самое главное, что должно произойти, что он должен оставаться одиноким, он должен быть сингл. У него может быть girlfriend, у него может быть религиозная жена, но религиозная жена в той стране, где религиозный брак не признается настоящим браком. Потому как в Израиле религиозный брак признается браком. Как если бы у нас человек зарегистрировался бы в сити-холле, например, или в тауншипе. В Израиле религиозный брак признается браком. Поэтому с этим нужно быть крайне осторожными. У меня, кстати говоря, было когда-то дело, когда мама, имея грин-карту, подала петицию на сына, и сын женился в процессе ожидания. Потом мама получила гражданство, но из-за того, что сын был женат, в то время как у мамы была только грин-карта, эта петиция была прекращена. Она была аннулирована, она была ликвидирована. Потому как мама не имела гражданства, а сын женился. Какие другие варианты могут быть легализации? Он может получать грин-карту только на общих основаниях. То есть, а какие-то общие основания, это воссоединение семьи посредством трудоустройства или политическое убежище. Но начнем с конца. Политическое убежище к нему не имеет никакого отношения, потому что он гражданин Израиля. Израиль демократическая страна, убежище из Израиля по определению невозможно. Когда-то можно было в Канаде получать убежище из Израиля, но это тоже абсолютнейший абсурд и глупость. Что же касается воссоединения семьи, если бы у него были бы дети старше 21 года граждане, или если бы мама имела бы гражданство, а ему было бы до 21 года, или если у него будет супруг или супруга, которая имеет грин-карту или гражданство. И я не оговорилась в отношении грин-карты. То есть, на сегодняшний день, если супруг имеет грин-карту, то есть, если супруг постоянный житель, сроки рассмотрения такие же, как если у супруга или супруги есть гражданство. То есть, если человек находится на сегодняшний день легально в стране, в Америке, и у него есть супруг или супруга, имеющий грин-карту, то он так же, как и с супругой или с супругом, имеющим гражданство, может подавать документы на изменение статуса и получение грин-карты, находясь на территории Соединенных Штатов. Если человек находится за пределами страны, процедура абсолютно одинаковая, работает точно так же. Подается петиция, получается одобрение, рассматривается дело в национальном центре ВИС, и потом человека вызывают на интервью. А это что-то изменилось? Ничего не изменилось, изменились... Я думаю, что только с паспортом... Вот, вот, вот. Изменились сроки. И за счет того, что изменились сроки, поэтому это можно делать все достаточно быстро. То есть... С грин-карты просто дольше рассматривалось раньше, да? С грин-картой два года назад рассматривалось четыре года, четыре месяца. Тогда, когда у нас были в прошлый раз с вами программы, тогда я говорила о четырех годах, четырех месяцев. Ожидание. Потом эти сроки начали уменьшаться, и на сегодняшний день visa number is current. Если человек имеет право на получение грин-карты, легально находится в стране, то может подавать документы и получать грин-карту, не выезжая из страны. Разница между получением грин-карты на территории страны, когда супруг гражданин и когда супруг постоянный житель, заключается в чем? В том, что если супруг гражданин, то тогда не имеет значения, в каком статусе находится супруга-иностранка. Главное, чтобы она въехала с визой, главное, чтобы проверили ее документы на границе и впустили по любой неиммиграционной визе. И есть доказательства этому. А если супруг имеет только грин-карту, то человек обязательно должен находиться в стране легально, либо у него есть защита по закону, который называется Life Act. Life Act – это закон, который был подписан президентом Клинтоном 21 декабря 2000 года, который говорит о том, что если человек находился физически в стране 21 декабря 2000 года, и в отношении него была подана рабочая или семейная петиция до 30 апреля 2001 года, и, соответственно, человек до сих пор не получил грин-карту. В этом случае, если он женится на обладателя грин-карты или если он выиграл грин-карту, не выезжая из страны, то он имеет вот эту защиту по Life Act, и он может получать грин-карту, не выезжая из страны, невзирая на свой статус, заплатив штраф в 1000 долларов. То есть получается, что по большому счету вариантов таких вот прямо на вскидку, кроме как воссоединяться с мамой, если она сюда переедет с грин-картой, у него вот сейчас нет, либо искать невесту. Ну-ну-ну, есть, конечно. Или посредством трудоустройства. То есть если есть работодатель, который хочет заявить государству, что он хочет принять его на работу, тогда, когда он будет иметь право на работу, то он сможет получать грин-карту либо в Израиле, либо если у него есть виза, и если он будет легально находиться на территории Соединенных Штатов, он может получать грин-карту по этому основанию на территории Соединенных Штатов. Обычно спрашивают клиенты, а кто же может быть работодателем? Это должна быть компания, в которой работает 385 человек, или это может быть компания, в которой работает 3,5 человека? Значения в этом случае не имеет, сколько человек работает в компании, в этом бизнесе. Главное, чтобы компания была зарегистрированная, действующая, работающая, чтобы вела бизнес, чтобы имела определенные страховки, скажем, по unemployment and workers' compensation, и чтобы платила налоги, и имела на налоговой декларации достаточное количество денег для выплаты зарплаты. Зарплата в этом случае назначается министерством труда на каждое конкретное дело. То есть такое дело начинается с того, что мы отправляем запрос в Министерство труда, так называемый prevailing wage request, где указываем имя компании, вся информация о компании. И вот это вот determination, то есть это определение зарплаты, сумма зарплаты, зависит от места расположения компании, того, чем компания занимается, на какую позицию компания хочет принять человека, кому человек подчиняется и сколько человек будет в его подчинении. То есть все это суммируется, и Министерство труда присылает зарплату, которую компания должна платить человеку на этой позиции. На самом деле, когда приходит ко мне клиент, я могу предположительно сказать, сколько будет эта зарплата, потому что на веб-сайт Министерства труда есть специальный dictionary of occupational titles и wage library, где можно посмотреть относительно географической точки на определенную позицию, сколько может быть зарплата. Зарплата бывает в этом случае четырех уровней, то есть на вот этой онлайн wage library. Зарплата бывает четырех уровней, но я уже, так сказать, исходя из своего профессионального опыта без ложной скромности, могу понять, на какой уровень зарплаты, уровень позиции человека могут определять, и как Министерство труда будет рассматривать, на каком уровне человек этот будет работать. И поэтому мы можем предположить заранее, примерно, какая зарплата будет назначена и хватит ли у определенного работодателя денег на выплату этой зарплаты, потому что это обязательно нужно будет доказывать на втором этапе процесса, тогда, когда работодатель подаст петицию на получение миграционной визы. Но кроме того, работодатель должен доказать, что он провел определенную, такую экстенсивную программу по поиску человека, то есть должны даваться объявления, определенные на интернете, на радио, телевидение, газеты, журналы и так далее. То есть это все работодатель должен доказать, что на американском маркете труда он не смог найти такого работника, как вот этот конкретный работник, для которого оформляются документы на получение грин-карты. Процесс этот называется Labor Certification или PERM. Это четыре буквы. P-E-R-M. Процесс длится такой примерно от полутора до двух лет, и грин-карта сразу получается постоянная, то есть никаких дальше процессов не существует для того, чтобы получать еще раз постоянную грин-карту, как это происходит при браке. По браку вначале получаются условные грин-карты, если она получена до второй годовщины свадьбы, и потом нужно заниматься еще этим процессом. В отличие от воссоединения семьи по браку, в случае петиции работодателя, грин-карты получаются сразу постоянные. Разница заключается еще и в том, что если по браку гражданство можно получать через три года, то посредством трудоустройства гражданство можно получать через пять лет. Но это уже слишком длинная программа. Наш зритель спрашивает нас только об одной вещи, как быстро можно легализоваться. Ну что же, я считаю, что более чем подробно вы ответили на этот вопрос. Я думаю, что на этом мы конкретно эту программу завершаем, но мы будем выходить с программами регулярно, поэтому подписывайтесь, как на канал Изабелла, и также оставайтесь на канале Кольцов ТВ, где удобнее, там и смотрите. Главное, что наша задача по максимуму вас информировать о том, что происходит в области иммиграционного законодательства в Америке, какие новости, какие нюансы. И вот Изабелла Майзел всегда рада вас на эту тему просветить. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Боря. Спасибо, дорогие друзья. Как было сказано, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Борин канал, и подписывайтесь на страницу MyZoL.Group, на Facebook, потому что там я всегда выставляю не только наши программы эти, которые вы смотрите, но я ежедневно выставляю новости по иммиграционному праву и все то, что происходит интересного, связанного с иммигрантами в Соединенных Штатах. Удачи вам, добра и всего самого хорошего. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова